Ну что, друзья, прочитал я вашу мангу Ганс. Очень клёво, очень интересно, очень насыщенно. В конце, не скажу, что будет, ну как в конце, не в конце, не до конца прочитал, до 90-й главы. Конец 90-й главы, моё почтение. Просто отцовски, просто по-отцовски всё сделано, шикарно. Просто очень шикарно. Я не ожидал, что вот к 90-й главе всё будет настолько классно. Сначала скучновато, там медленно разгоняется. В принципе, прикольно и нарисовано красиво, но как-то, да, чё-то не хватает. А в итоге всё хорошо. В итоге всего хватает, в итоге всего в достатке. Красота. Та-та-та, та-та-та-та-та-та, короче. Вот вы видите плачущего нашего главного героя. Все дела. Да, чё ему ещё, в общем-то, делать в этом мире ужасном чё, конечно, да, непонятно. В любом случае, это то, что неплохо бы прочитать. Это отличная манга, это интересная манга, это манга... Просто нереальная, просто очень классная, очень кровавая, очень такая серьёзная, очень пошлая в каком-то смысле, в хорошем смысле пошлая. В общем, я нифига не разочаровался в том, что я её вот читаю. Спасибо большое за заказ, отличный заказ. Сейчас мы уже будем разбирать эту мангу непосредственно по элементам, по разным. Как, чё, где, когда и почему, да. Ну, вы знаете, как это у нас обычно здесь бывает. То есть сейчас будет разбор со спойлерами, до 90-й главы прочитаем со спойлерами. Всем удачи, все в общем смотрите. Короче, поехали. Поехали читать со спойлерами. Здравствуйте. У нас сегодня, в общем, манга Ганс. С вами кандидат анимологических наук, доктор манги, там, я не знаю, мангак, Сён Джампер, там, я не знаю, любитель азиатских тяночек Александр Шадов. И сегодня мы исследуем прекрасную мангу, которая называется Ганс. Ганс, Ганс, Ганс. Ну, окей, поехали. Ну, типа, бомж упал на рельсы, чел, короче, выёживался, и тут рядом с ним его друг стоял, который, они друг друга ещё не узнали, да, и друг этот друг бросился спасать бомжа на рельсы, а чел такой, бля, ты чё? Короче, всё начинается с того, что главный герой расхуяривает поезд. Ха-ха-ха. Это кажись Исикай. У меня есть предположение, что это Исикай, в котором двух главных героев расхуячивает в начале поезд. Вот это кайф. Вот это кайфарики. Прикольно. Прикольный респект. Смотрите, головы летят в разные стороны. Красота. Красота, красотень. Лол. Но нет, они куда-то телепортнулись. Сейчас узнаем. Короче, их телепортнуло к какой-то группе людей, которые тоже здесь сидят. Смотрите, ещё двое, типа, ух, ха-ха, фуф, ха-ха-ха, ху-ху-ху, хи-хи-хи. Вот, да. Вот как-то так. Ну, короче, к ним на хату переместилась ещё одна, короче, девушка, которая разгрубила их где-то на части. Ну, нормально, короче. Они пока в комнате все собираются, знакомятся, куча людей и так далее. Сфера открылась и выдала им какие-то игрушки. Сейчас узнаем, посмотрим, что там за игрушечки-то у них. Ну, в общем, они ищут лукового пришельца теперь, потому что им эта сфера сказала. Ну, если кратко, да, так доложить. Ну, бывает, что. Бывает, пока. Ну, типа, так, скучновато, что ли. Жить можно, но скучновато. Блин, человек-лучок забавный. Ну, такой, средней забавности, в общем, нормальный, нормальный такой. Какая-то херня происходит, они что-то с ним там бегают, дерутся, иу. Ну, в общем, пушки здесь с задержкой работают. Пушки работают с задержкой. Они, короче, что-то чилика этого пристрелили. Но он вроде даже особой агрессии не проявлял. Он не человек, конечно, он инопланетянин явно, но я что-то пока не до конца понял, что они его решили ебануть. Ну, типа, решили и решили, всякое бывает, да, ну, нормально. Они, типа, думают, что они в телешоу, но как-то так. Оказывается, люди их еще и не видят. И не видят труп инопланетянина, судя по всему. Короче, они еще и невидимые. Ну, это кринж немножко, а может быть даже и немножко, но ладно. Короче, пришел кто-то постарше. Сейчас будет батл. Вот он их пугает, короче. Этот придурок его лбом ударил и, короче, поранился. Ну, а что он хотел-то вообще? Короче, своего подстрелили из этой пушки с запозданием, короче, его прорвало в итоге. Ну, в общем, короче, теперь их всех убивают, расчленяют и, в общем, началось. Стрельба, 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 бу-бу-бу-бу-бу, ба-ба-ба-ба-ба-ба. Чел орет. Орет, всех убил, короче. Изи, изи. Остался только наш вот этот, один из главных героев, который спас бомжа. Ну, на самом деле, довольно вялое начало, я честно отмечу. Там, в принципе, пересказывать особо нечего. Они в основном как бы пиздели и пиздели и пиздели, ничего не понимали. И, типа, вся первая... Весь первый том про то, как они пиздели и ничего не понимали. Ну, типа, вы поняли. Там пересказывать особо даже нечего было. Ну, вот теперь второй монстр, который, типа, вот с луковичным долбоебом был. Ну, и вот сейчас будет, типа, ой. Взорвался. Ну, нет, да, да, да. Не добил, не добил этого афроамериканца, короче. Афроамериканцев надо добивать. Шучу, шучу, ни в коем случае не надо, ничего. В общем, сейчас его разорвет, видимо. Ха. Я не хочу здесь быть. Я не хочу все это видеть. Ой. А ему похеру. А ему похеру, он просто встал. А он просто встал. Чего? Хорошо. А сейчас подъем. Что? А? Какого черта? Испугались, небось? Небось, волнуетесь? Это всего лишь телешоу? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой-ой-ой, там эротики чуть-чуть. Эротики нам в ротик, короче. Надо аккуратнее с заставками, потому что они что-то вообще не жалеют нас таким вот образом. Вообще уже 13 глав из 90 я прочитал. И, честно говоря, экшона довольно мало. Много бесед, там эротики, что-то жестокости немножко. Ну, типа так, спокойно, спокойно на самом деле повествование идет. В общем, он все убегал, ссал, боялся, короче. А теперь вот взял, проскочил там между ног, вспомнил, каким он был молодым. Мы еще посмотрим. Ладно, убить я его вряд ли смогу. Но уж убежать всегда сумею, кем бы он ни был. Короче, проскочил он между ног. Нормально, нормально. Опа, погоня. Прыгай или умри. Блин, какая длительная погоня, боже мой. Какая мега погоня. Ката, он тоже погиб, поверить не могу, не могу в это поверить. О, ступеньки, я прыгну прямо как тогда. Ого, кстати, костюм что-то трансформируется. Какого? Ха-ха-ха-ха-ха. Ну вот он летит. Как я смог так прыгнуть высоко? У-у-у-у. Вот это полет. Я могу ли я разбиться, упав с такой высоты? А, стоп, я же уже умер. Стоп, что я вообще боюсь? Опа, приземлился. Кувырок. Ну чел-то... Опа, чел упал на самом деле. Чел-то лох. Что происходит? Что мне делать? О, Ката схватил этого жирнича. Угу. Что вы творите-то? Братья, давайте драться. Короче, Ката сломали руку, а этот чел, он разозлился. Его костюм, в общем, усилился. И... Бум. У ворот. Перехват там. Вот это зих-зих, короче, пошло. Ох, как он держит его. Ну вот красота пошла. Красиво нарисовано, мощно. Вот отсюда уже идет так. Солидненько, солидненько пошло, короче. Я знал, Кей. Ты справишься. Ха-ха. Бух! Твою мать, Ката, не смей умирать. Так он уже умер, кажется. Я не знаю, они вообще умирают? У чела тут бронь вообще, выстрел. Давай, ублюдок. Ю-ю-ю. Опа. Хэт, эээ... Хэт хват, короче. Черт, ну давай, давай, попробуй. Зума, зума. Ну же. Буф. Получай мудила. Буф. Я дам вам мой лук. Простите меня. Кей, пожалуйста. Кей. Простите меня, говорит Монстр Ката. Это все я виноват. Если вы, пожалуйста, остановитесь. Что? Я тебя не слышу. О чем ты? Я отдам вам мой лук. Простите меня. Я отдам вам мой лук. Я отдам вам мой лук. Простите меня. Бах. Опа. Какой-то клевый пацан пришел. Где ты был? Неподалеку. Все время рядом. Похоже, мы успели. Я отдам тебе очки. Они твои по праву. Попробуй выстрелить в него из пистолета. Что у тебя на ведре? Этим? Ага, этим. Что произойдет, если я выстрелю? Не думай, просто стреляй. Нажми оба курка. Слушай, если я в него выстрелю, он... Ну, конечно. Он умрет? Очевидно. Ты ведь хочешь это увидеть, верно? Ого. Быстрее. Чего же ты ждешь-то? Ха. Ха. Он убил их всех. Посмотри. И твоего друга тоже. Ха. Ха. А-а-а. Что... Ты... Не можешь? Ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Не тормози. Это же даже не человек. Какая-то мерзкая тварюга. Ха-ха. Тебе понравилась броня? Разве это не здорово быть сильным? Приятно? Разрушать. Причинять боль. Какие-то маньяки-извращенцы. Кайф. Уже... Ладно. Уже нравится. Нормально. Хорошо. Тебе ведь нравится смотреть на мертвые тела? Этот застывший остекленелый взгляд и выражение удивления на лице меня всегда это заводит. Глаза, зеркало души. Как только тебя увидел, там, в комнате, я понял. Ты такой же, как и я. И ты хочешь увидеть, как он умрет. Разве нет? Пошел ты. Что? Ты больной ублюдок. Черт, еще один лицемер. Не разочаровывай меня, приятель. Лицемер, не сравнивай меня с собой. Не, нормально, прикольно. Пойдет. Хороший диалог. Ты глупее, чем кажется, жаль. Очнись, это ведь не манга. О, четвертая стена разрушена. Ура! Разрушили четвертую стену. Мое почтение. На самом деле, хуйня, я не люблю разрушение четвертой стены. Ладно, я хотел отдать тебе очки, тебе же хуже. Ну, вот так вот. Ну, в общем, соответственно, если ты остался жив после миссии и возвращаешься обратно в комнату, то полностью хилишься. Но если умер, то умер, короче. Вот как-то так. И Ката вроде жив пока, но вроде говорят, что он сдохнет. Ну, сейчас узнаем. Ну, в общем, вот. Он жив тоже. Ну, это было легко предсказать. Было бы странно. Ну, как? Возможно, но странно. Если бы его прямо сейчас слили. И не было мега трагичного момента. Просто взяли и забили на челика бы так. Важного вроде бы, да? Ну, не, не забили. Нормально. Вот эта хуйня, которая черная, есть ган. Ганз. Вот это вот. Ганз. Она и раздает очки. Сейчас посмотрим, что там раздадут. Будет раздавать очки? Ну, шар. Так, его имя. Выжили собака, девка. Ну, остальных я не зря, в общем, вас с ними не знакомил. Потому что они никто. И про них ничего, видите, не сказали особо важного. И они просто сдохли. А мы отправились в рай, как говорится. Вот. Вот все. Ну, собакину ноль очков, конечно. Вот умора. Слишком длинным. Да, что-то вроде. Ха-ха. Смотри-ка, расстроилась. Ой, сиськи. Ее зовут сиськи ноль очков. Слишком большая грудь. Слишком долго бегает без трусиков. Сиськи. Что? Я? Ха-ха. Слишком большая грудь. Слишком долго бегает без трусиков. Какого черта? И у меня ноль очков. Не то, чтобы меня это волновало, но как-то раздражает. Да, оценки смешные. Впрочем, что они вообще значат? Что? Опа. Като. Ноль очков. Като. Черт возьми, в чем прикол все время умирать? Ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха-ха. Ха-ха. Три очка. Всего девяносто, осталось десять. А три очка это много? Черт, только три. Тогда я получу... Ну, это очевидно. Ты получишь ноль очков. Я уверена. Ноль. Слишком часто встает, когда... Пялится на сиськи. Что? А? Вот умора. Слишком часто. Ну, насмешил, когда пялился. Правда? За что? Что? Это все? Вот так вот. Вот так вот баллы раздали. А вот и Ганс вот этот показывает всех, кто умер. Смотрите. Бах. Вот они. Очкарик. Якудзе. А, Якудзе. Б, блондинчик. Видите? Это ребята, которые погибли в этот раз. Они вели себя очень глупо даже по сравнению с другими новичками. Ну и результат. Все мертвы. Кей, ты не такой, как остальные. Ты сразу понял, что костюм очень важен. Потому и дышишь до сих пор. Почему ты не сказал об этом сразу? Тогда все могли бы спастись. А ты сидел... Тогда все могли бы спастись. А ты сидел и молчал, и врал, когда тебя спрашивали. Телешоу. Да, хорошая шутка. Получилась. Зачем ты намеренно лгал нам? Если бы ты рассказал это с самого начала, то они все могли бы сказать спасись. Да, точно. Почему? Почему ты им не сказал? Отвечай. Почему ты молчал? Отвечай. Благодаря тому, что эти придурки погибли так легко, основная цель ослабила бдительность. Так ты все время прятался и ждал нужного момента. Ага. Что-то типа того. Короче, оказывается, они теперь могут и домой вернуться. Их все теперь видят. То есть все нормально. Закончив миссию, они снова видимы. И снова возвращаются домой. Кайф, 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 кайф. Как удобно, как удобно. Но, кажется, они клоуны. Типа того. Короче, главный герой возвращается в школу. Там хулиганы. С хулиганами разбирается. Изи, короче. Все норм. В костюме своем крутом. Ну, а что ему делать? Вот эта вот тяночка Киешимото. Она типа появилась у его дома. Теперь она там с ним разговаривает. Все дела там. Все такое. Ну, вы поняли. Короче, она у него жить осталась. Она спит с ним в одной кровати. Чел уже презервативы купил. Но она что-то спит. Лол. Короче, это реально, кажется, копия. Причем просто копия обычная. Но типа там есть еще и настоящая. Типа там после самоубийства выжила. И типа она жива. И типа их две теперь. Одна, которая играет в эти всякие игры с Гатсом. А другая, которая типа лол кека нормальная. В общем, их снова всех переместило. И там появились новые четыре челика. И будет оно веселье, видимо. Сейчас. В общем, там, да, вот эта вот модель. Какой-то модельный челик. Какой-то звезда. Ну, вы поняли. А челиков-то больше всего появляется. Вот эти бандюганы из школы. Школьные придурки. Этот придурок дома костюм оставил. Лол. Ниши, мы можем как-нибудь помочь тебе? Неааа, глупость неизлечима. Ну, реально, забыть костюм это кринж. Блядь, эти придурки случайно выстрелили в голову своему же челику. Ебать. Ебать, сейчас начнется веселье. Господи. Че за кринж, бляаааа? Че за кринж пошел? И этот чел тоже выстрелил ему в голову. Че? Слышь, пацан, какого хуя ты и себя тут строишь? Ты чего, маленький урод, на меня эту игрушку наставил? А ну, убрал ее нахер. Опа. Просто убил его. И правильно сделал. Пиздец. Пиздец. И чел без костюма сразу же на пришельца попал. Красавчик, красавчик. Вот он, инопланетянин. Челик сильный оказался, который робот, он еще и орет по-разному. И вообще крутой. И вообще очень даже крут, если что. В общем, ему большой респект. Респект и уважуха. Таким пацанам просто взял и раздрочил всех. Молочина. Ну как, не всех этого чела наглого самого. У него и пушка в воде исчезла. Этот чел орет на него там. За то, что петушка убил его. Петушка-то убить зря. Зря нельзя петушка убивать. Ну и вот сражение. О, кулачком. Вох. Сильно, сильно, сильно. Кровища, да, течет. Эх. Кто-нибудь, помогите, помогите мне. Кто-нибудь, помогите. Ха-ха-ха. Просит помощи. Короче, у костюмов еще, оказывается, энергия может заканчиваться. Нифига себе вот это новости. Кто мог подумать. Чел кричит, помогите ему. У него энергия кончилась. Спуститесь и помогите мне, ублюдки. Пошел ты, сам сказал, что каждый сам за себя. Хе-хе-хе-хе. Ну и так. Ой, простите. У меня микрофон немножко в другой стороне был. Вот сейчас все нормально должно быть. Ну что, правильно сказал и сказал. Да, чел, все, да, да. Теперь давай сам за себя борись. Ну, конечно, вот этот чел решил его сразу спасти. Прям взять и спасти. Конечно, нет. Конечно, нет. Конечно, нет. Он хочет всех спасти. Это спасатель великий. Он хочет всем помочь. Ну, вот так вот. Жесть там, как хэдшот такой в уши звуковой пошел. Боже, чела размазало изнутри, голову ему раскроило. Ха, я опоздал. Ха-ха. Черт. Господи. Жесткач. Убей, упей его, и мы сможем фолкнуться, и я путу в порядке. Поняли? Вот так вот. Ну да, он уже будет в порядке. Убить? Ха-ха-ха-ха. Пристрели его пуфкой, говорит этот чел. Э-э-э. 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 Блять, опять эта тетка. Бес... Вообще, сражение неплохое. Вот главный этот... Главный лох там прыгает, а этот чел стреляет на расстоянии своей пушки. Во, Като его схватил. Смотрите, объятия. Нежные, нежные объятия с Като. Многие девчонки, наверное, об этом бы мечтали, да, когда читали эту мангу. Но вот нет. Ну вот тут, короче, все разбежались. Ну, бывает. Ха-ха. У лоха, бандита, хулигана, голова лопнула. Лол. Он в петуха превратился. Его сжали, и он превратился в петуха. Чего? Вот они, петухи. Петушары. Кажется, там еще инопланетяне есть. В общем, они убили того инопланетянина. Там еще где-то поблизости есть. Мы его поймаем. Давай. Ду-ду-ду-ду-ду. Короче, живи, блять, держись. Челова вообще там изнутри расхерачила. Еще один. Нет, неправда. О, он говорит. Сто очков. Мамочка, у меня уже было девяносто. Еще бы десять, и я бы выбрался отсюда. Помер ублюдок, короче. В общем, хулиганы избили ниши. Блин. И отобрали пушку. Черт. Вот мудаки. А вот и второй пришелец, ворона. Пока хулиганы бьют основного, тут ворона прыгает. Бля, он жив, че? Че, куда, когда, почему? Их много. Смотрите, они их окружают с одной стороны и с другой стороны. Два. Лол. Ты берешь левого, я правого. А тут появляется верхний. Вот это приземление просто. Вух. Бабуля умерла, блин. Бабуля бросила вызов этим тварям и умерла. Ну или не умерла, она его обняла сейчас посмертно, типа, видимо. Ну такое. Хулиганы сказали челику проверить этот гребаный дом, а там эти вот создания, собственно, лежат. Хе-хе-хе. Вот они, короче, пришли. Машинки, короче, эти. Опа. Ого. Это че, король воронов, что ли? Кто такой? Че такой волосатый? Че такой огромный? Огромный волосатый. Ну туп не туда зашел. Хе-хе-хе. Не самая лучшая комната. Йозе, 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 говорят они. А вот и главный босс. Вот это лицо. Вот это вот, 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 лицо приполненное хейтом. Да. Какой же он красивый, большой и классный. Господи, он к нему подходит. А-а-а. Челик просто на... Опа. Челик просто наступил на вот этого маленького птенца и все пиздец сейчас ему. Вот это разные уровни. Вот это я понимаю. Челик пушку достал. Я не умру. Я выберусь отсюда, несмотря ни на что. И вот лицом к лицу. Смотрят друг другу в глаза. Короче, чел начал угрожать королю воронов. А этот, короче, взял, увернулся и типа... Ну, типа и был таков. И был таков, соответственно. Вот. Ну, он, короче, промазал и решил в пол выстрелить. Или че? Че? Он хочет жить, да. Как я хочу жить, кричит. Стреляет. Вот теперь точно конец. И вдруг... Бу-буш. Смог. Е-бой. Красава. Он, короче, выбежал. За ним птенцы. Дом обвалился, короче. Ну, и типа он... Смотрите, как я всех разложил. Какой я крутой. А потом птичник большой вылетел и захватил, короче, бандюга на тупого. Короче, ке подняли высоко воздух. И он там теперь летает. Вместе с птенцом этим. И птенец хочет ему голову, блядь, открыть. Еле увернулся. Вот такое вот. Вот такая вот проблема, да. Ха. Он, кажется, нашел слабость, реально. Вот эта трубка, которая эта вроде штука дышит. А так ты дышать сможешь? Вот так. Думаешь, меня так просто убить? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Чё-то, чё-то да. Чё-то птенчику голова у него чё-то задымилась. Опа. Впадение. Выстрел. Выстрел в падении. Бам. Ха. У меня получилось. И на крышу дома. Блядь. Чёрт-то, чёрт. Он ещё даже не инвалидом остался. Моё почтение. Ну, не. Он спину сломал при падении, конечно. Ну, норм. Бля. Собакин опять. Ну, очки тебе раздаёт. Всё. Они телепортировались. Типа победили. Гац. Это не Гац. Это, короче, Кей в воздухе вырвал дыхательный аппарат. И всё. Зверюшка как бы проиграла. Собакину ноль очков. Вот. Вот-вот-вот. Опа. Десять очков. Сиськам. Сиськи. Просто её зовут Сиськи. Десять очков. Чёрт. Перестаньте меня так называть. Я набрала десять очков. Гац говорит, что осталось девяносто. Значит, я их наберу. Смогу стать свободной. У-у-у-у. Короче, пацаны говорят, за убийство каждого пришельца даёт пять очков. Я убил у двоих, и у меня десять. У Като пять очков всего-то. Потому что убил он всего лишь одного. А с остальными сражался, но нифига ему не дали за это. Вот. Комик десять. Хмырь ноль очков. Раб. Тридцать восемь очков. Тридцать восемь очков. Нормально поработал пацан. Тридцать восемь очков. Как ты столько смог набрать? А? Дверь открыта. Можно выбраться. Всё, пацаны пошли. Чилить и отдыхать. Нормально. Короче, хочет вернуться, он говорит. Я хочу вернуться, здесь у меня ничего нет. Только там чувствую себя по-настоящему живым. Короче, челу понравилось. Всё-таки, чел, Като, только не это. И главный герой. Да-да-да-да-да-да! Поехали! Ура, блядь! Когда он срал, его прислали сюда. Вот это шутки, блин, а? Много очень новых ребят появилось. Ну и Като, конечно. Какая симпатяшка здесь, девчонка. Смотрите, он прям её рассматривает. Ох. Ох. О господи, чел сразу за своё. Давай заниматься сексом, он говорит. А? Она ответила, ты чё, тупой? Сначала женщинам комплименты говорят, потом отвечает. Ладно, давай, прямо здесь. Короче, инопланетяне переместились в храм, и инопланетянином оказался вот местный храмовый, храмовая статуя. Сейчас вот посмотрите на неё. Вот она, вот она стоит там вот на заднем фоне. Вот она оказалась, короче. Сейчас будет бой. Ну а тут чел за ними гонится, гонится. Опа! Галышок опять. Ах, опять. Я уже один раз перезапускал записи за Галышей, но здесь нормальный такой Галыш без сосочков, но всё же. Опасный Галыш опять. Каждое начало, сука, каждой ебучей, блядь, головы с голой тёлки начинается. Зол. В общем, два этих Великануса сражаются против наших героисов. Ну и вот оно, сейчас будет что-то. Там монах, который молился на бут всяких. Его, в общем, раздавили. Весело. Кайф. Вот и он, гигант, красавец. Сейчас будет бить. Бам! Просто бам! Боже, помогите! Боже мой, помогите, блядь! Панч! Просто. Боже, какие они огромные! Нам конец! Нам конец! Нет! Ом! Вот это лицо! Это гига вообще ужасно! Я найду работу, братик. Только не оставляй меня. Только не оставляй меня, братик. У нас нет шансов. Ра! Бежит главный чел. Опа! Вот сейчас будет. Сейчас будет Кайокен, я полагаю. Сейчас, 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 сейчас. Чё? Пролёт между ног. И бах! Взрыв есть? Сейчас будет. И бум! Бум произошёл, кажись. Да-да-да-да-да-да-да-да. Красава! Так, опять я чуть на голыша не попал. Классика. Чел распирает. Он победил, короче, одного из этих чертей. И такой, я не уязвим, меня никто не остановит. Да я просто крут, блин! Я крут нахер! Я так крут! И тут после победы со вторым, со вторым монстром, эта тётка самая красивая. Причём она выше его на голову где-то. Говорит, если мы останемся живы, давай встречаться. А? 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 А вот, видимо, и босс. Вот их повелитель, этих чел-челов каменных. Сейчас начнётся веселье. Ну и вот, куча статуй со всех сторон теперь набирают. Вот они пошли. А вот и Будда. Он здесь. Вот он. И делает вот так. Ну, Будда очень здоровый, классный. Кей что-то выпендриваться начал. Ему говорят, давай, короче, драться с ней вместе. А он говорит, нет, я сам справлюсь. Ему говорят, это невозможно. А он говорит, для меня-то? Хе! Короче, Будда откусил одному челу голову. Но чел не очень важный, так что. Ну, откусили и откусили. Кей ему в черепушку этому Будде залетел. И, соответственно, пробурил там дырень. Вот это вин, как я понимаю. Короткий такой, быстрый-быстрый, хороший, качественный вин. Кайф. Не, все-таки истинный босс это вот этот Магаруки Будда. Тот большой Будда был, типа, просто бусем. А это мега-супер-босс. Вот у нас мега-супер-босс. Вот он. Бля, была эта девочка с белыми волосами, которую вначале была, убили. Ну, позвоночники прострелили только что. Сильно-сильно. Интересно, жива ли она? Ну, главному герою пиздюлей надавали жестко сейчас, честно говоря. Круто, что герои подыхают, но как, или подыхают. Ну, довольно больно им, короче, постоянно. Те челики, которые вообще без костюмов и пушек сражались, наконец-то надели костюмы и пушки и поехали драться. Они и так были крутые, но вот, остались живы. Куча народа сдохла в этой арке, опять же. Чё, блин? Ну, эти челы пришли стрелять в мужика этого, их обезручили. Бля, чуваков разрезало. Там они чё-то почти победили вместе, там, со снайпером ещё. И вообще, чё за хуйня? Чё-то жёстко, вообще всех убивают. Просто убивают и убивают. Классные парни были, их убили. Класс, круто, респект. Чё, баба, с которой он там переспал вначале, она, типа, будет сражаться сейчас за него. Он без руки, без ноги и вообще инвалидыч. Теперь он инвалид, короче, к сожалению. Главный герой снова инвалид. Кайф. Ну, временно, конечно, наверное. А у неё относительно неплохо получается, на самом деле. Она вообще молодец. Блин, чуть не просрал. Ну, тётка там почти победила, сражалась, моё почтение. Но в итоге всё же посос произошёл, к сожалению. Но она что-то её порезала там. Какие тут сложные комбинации-то идут в этом бою, моё почтение. Точно описывать не буду, но очень клёво. Очень клёво. Это просто неуязвимая тварь. Я не знаю, они её бьют, отрывают ей руки, ноги. Ей пофигу, этот цвет везде постоянно херачит. Боже мой, чёрт, моя рука. Всем тут руки отхерачивает, ноги, конечности. Боже мой, калечит вообще всех вокруг. Ещё парень в очках. Опа. Был невидимый, а теперь он... Ох. Ну вот, с этим Будда и просто баталия идёт. А ты неплох для человека. Движешься быстро, даже лучше всех остальных. Но я могу играть в эти игры часами. Плохо. Плохо. Очень плохо. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ему тяжело, короче. Но... Вот эти лучи постоянно всё отстреливающе. Боже, хорошо, хорошо, сдохни. Ого, отслеживание. Вау. Блин, я опять чуть ошибку не совершил. Большую. Бля. Он его почти добил. И чё происходит вообще здесь? Чё здесь вообще, блядь, творится в этой хуйне? Господи. Чёрт. Теперь он превратился в очкарика. И что теперь? Ну, что ты делаешь? Не важно, сколько раз ты будешь перевоплощаться. Я отправлю тебя в ад. Уф. Уф. Бам. Удар в живот в этом костюме. Ничего не получается. Господи. Бам. 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 Сдохни. 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 Плохо. Перед глазами всё плет. Чел. Я тоже найду работу. Только не оставляй меня, братик. Ну, в общем, вот всё. Вот так вот закончилась 90-я глава. Чел остался один. Всё. Пока-пока. Всем удачи. Спасибо большое за заказ Вячеславу. Всё.